АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите честно, вот только честно скажите, а? Вы врачам верите? Нет. А, я тоже. Я раньше верил только этим. Магам, колдунам и эстросексам. Ну, у меня ноги совсем не ходили, я к Чумаку пошёл. Слушай, у него таких, как я, человек сто собралось. Этот Чумак зарядил канистру с бензином. Я говорю, это что, втирать? Он говорит, нет, пить. Мы стали пить, а один взял, закурил. Ну, и что было? Мы его только на третий день нашли. Сидит на дереве, весь чёрный. Говорит, я гуманоид. Я выпал из тарельки. Слушай, с какой тарелки он выпал? Из тарелки харчо, что ли? А мне бензин помог. Ноги, как рукой сняло. Но схватило живот. Я к другому колдуну прихожу, он говорит, всё понятно, у тебя там в животе бес. Будем его сейчас выгонять. Посадил меня на стул. И как закричит. А ну, выходи отсюда, сволочь такой, а то я сейчас милицию вызову. И вдруг из шкафа какой-то мужчина выходит. Весь трясётся. Руки вверх держит. Из одежды на нём только лифчик и тот на голове. А как говорится, пока колдуна дома не было, этот мужчина с его женой колдовался. А когда колдун сказал, выходи отсюда, он подумал, что это его и вышел. Ну, что дальше было, я не помню. Но у меня живот, как рукой сняло. Хватило голову. Но я прихожу к одному экстрасенсу, какой человек, слушай, гений. Великий человек. Одна женщина просила, говорит, его отучить её мужа от женщин. Потому что бабник за всеми женщинами бегает, никого не пропускает. Колдун один день колдован и всё. Больше этот мужчина за женщинами не бегает вообще. Только за мужчинами. Этот экстрасенс два раза над головой вот так мне что-то сделал и всё. Голову как рукой сняла, но выпал весь волос. Я к одной женщине этой знахарщи подхожу, я говорю, дорогая, ну сделай что-нибудь. Она поплевала мне на лысину. И стала натирать её луком. Не поверите, через неделю уже на голове стал расти. Только не волос. А ты откуда, значит, в этом тоже так было? Я плачу. Лук такой торчит, я плачу. А жена весёлая, радуется, говорит, ой, наконец, как хорошо у нас всегда дома свежий лук будет. Потом так издевательски ко мне подходит, говорит, знаешь что, дорогой, попроси эту колдунью, пусть она тебе ещё какое-нибудь место кинзой натрёт. Я же не могу вот так ходить. Я пошёл к одному гипнотизёру. Я говорю, друг, убери лук. Убери этот лук. Он говорит, сегодня не могу, завтра. Завтра он пришёл ко мне домой. Уложил меня на диван и говорит, вы спите. У вас нет лука. Вы спите, у вас нет лука. Вы спите. Я уснул. А когда проснулся, смотрю, действительно нет лука. А также нет холодильника, телевизора и бумажника. И всё, больше я к этим экстрасенсам, колдунам не хожу. Я пошёл в свою родную районную поликлинику и чувствую себя просто замечательно. Просто замечательно. Просто замечательно. Просто замечательно. Просто замучать, просто замучать, просто замучать.